Большая вода не отступает. Двум областям грозит подтопление, заявили в Комитете по ЧС. Отложен в долгий ящик. Акимат Алматы заморозил проект строительства горно-лыжного курорта Кокжайляу. Несудебные споры. Практика возврата незаконно начисленных банковских комиссий по кредитам под угрозой срыва. Кредит в юанях. Китай может профинансировать модернизацию пунктов пропуска на совместной границе. В поддержку молодых кутюрье по миллиону тенге получат победители конкурса дизайнеров Алтын Оймак. На телеканале Атомикен Бизнес. Главные новости. В студии Эльвира Найманбаева. Здравствуйте. С выше пяти тысяч голов птицы погибли в огне на птицефабрике в городе Рудный Костанайской области. Пожар охватил более ста квадратных метров. Жертв и пострадавших среди людей, к счастью, нет. Предварительная причина пожара – замыкание электропроводки. Пламя повредило часть оборудования, а также кровлю одного из корпусов. Общий материальный ущерб предприятию все еще подсчитывают. В тушении огня принимали участие 32 человека личного состава и 6 единиц техники противопожарной службы. Помощь огнеуборствам города Рудного оказали силы и средства негосударственной противопожарной службы и пожарных частей города Костаная. На месте работает испытательная пожарная лаборатория. Предварительные причины массовой гибели рыбы в Западно-Казахстанской области озвучили в Минсельхозе. По информации Комитета лесного хозяйства и животного мира, она просто задохнулась из-за нехватки растворенного кислорода в воде. В тушках павшей рыбы не обнаружили ядовитых веществ и паразитов. Отмечу пруд карасу, в котором наблюдается массовый мор карася, создан искусственно. По данным ведомства, зимой работники Акимата и местные жители периодически бурили проруби, но это не помогло избежать гибели рыбы. По подсчетам специалистов, количество мертвого карася составило 3 тонны. Двум областям грозит подтопление. Об этом заявили в Комитете ПЧС. Так, уровень воды в реке Калатун Акмолинской области превысил критическую отметку. Произошло подтопление двух десятков дворов в селе Старый Калатун. Сам населенный пункт оказался отрезан от автосообщения. Сейчас на месте работают сотрудники Акимата и областного департамента по чрезвычайным ситуациям. Очень сложная обстановка. Мы вчера совершали облет группой специалистов комитета. По Астраханскому району это село Старый Калатун и Калатун Ягодная. Уровень воды вчера поднялся до 4 метров 4 сантиметров. Критический у нас был 3 метра 43 сантиметра. Вместе с этим, совместно с местными исполнительными органами и подразделениями КЧС, там было уложено 3210 мешков с инертными материалами. Выполнено обвалование в порядке 1500 метров погонных. Эти мероприятия позволили удержать эту воду и не допустить подтопления жилых домов. Паводковая обстановка остается сложной и в Адбасарском районе. Опасность представляет уровень воды в реке Жабай. Глава комитета ПЧС раскритиковал качество дамбы, строительство которой обернулось громким скандалом. Напомню, за хищение бюджетных средств, выделенных для укрепления плотины, осужденный экс-аким от Адбасарского района Андрей Никишов. Продолжим. Проект строительства курорта Кок-Жай-Ляу отложили. Соответствующее поручение Аким Алматы Бауржан Байбек дал во время расширенного заседания общественного совета при этом городоначальник отметил, что вопрос развития горных локаций и в целом туризма очень важен для обеспечения занятости и роста экономики. Однако сейчас нужно соблюсти баланс экономики, социума и экологии, то есть создавать современные курорты при минимальном воздействии на окружающую среду. В связи с этим Аким предложил доработать проект и отложить возведение. Отмечу, что практически все члены совета поддержали инициативу перенести реализацию. Мы должны соблюсти баланс экономики, это золотой треугольник, баланс экономики, социума, человеческое измерение, то есть рабочие места и, конечно же, очень важный вопрос экологии. То есть создавать современные курорты при минимальном воздействии на окружающую среду. Поэтому принцип проект Кок-Жай-Ляу кардинально пересмотрен, об этом говорилось. Согласно новой концепции, это будет городской, а не международный курорт. И не только горнолыжный, а круглогодичный. Отмечу ранее о необходимости отложить строительство. Высказывался и президент Касымжамар Тукаев. Сегодня в своем твиттере он написал, что поддерживает решение. В этом деле спешки быть не должно, написал глава государства. Между тем, жители поселка Улькен в Алматинской области ждут старта строительства атомной электростанции. Известно, что вопрос пока еще даже не рассматривают на должном уровне. Предложение прозвучало в ходе встреч президента в Казахстане и России в Москве. Но уже сейчас сельчане возлагают большие надежды, строят радужные перспективы и даже повышают стоимость жилья. Наша съемочная группа побывала в поселке и выслушала мнение людей. Жители Улькена в Алматинской области не скрывают свои радости. Весть о том, что вблизи их поселка, возможно, появится атомная электростанция, не застала их врасплох. Они уже десятки лет ждут начала строительства, однако стройка была заморожена. Вера Бер, энергетик по образованию, одна из таких старожил, ничего страшного в возведении атомной электростанции не видит. 90% Франции работала на ядерной энергетике, Запад работал на ядерной энергетике. Ну и мощи ядерной энергетики ведь сравнить-то ни с чем нельзя. Либо, допустим, тепловая электростанция, это завоз угля, это экологическая зона как раз-таки в большей степени заражается. Сегодня в Улькене 26 многоэтажек, 6 из которых пустуют. Жители отмечают новые перспективы поселка уже повлияли на цены на недвижимость. К примеру, за трехкомнатную квартиру люди просят уже 10 миллионов тенге, что значительно дороже, чем было ранее. Я не могу сказать параметры цен, но прыгнули однозначно. И не первый раз. Как только у нас Samsung появился, люди начали подъезжать. Все квартиры, которые свободные, их же все здесь людей нет, работы нет, квартиры стоят пустые. Все взяли из расчета перепродать. Сейчас удухло, корицы уехали, все, спало, продавали цены, лишь бы продать. А сейчас опять всплеск, ну это коммерция. У меня дети живут в Алма-Ате, они даже обрадовались, не говоря уже о нас. Потому что это рабочие места, это значит город проснется, это значит какие-то будут обновления у нас. Мы же не бросаем, мы все равно тут живем. У нас рождаются дети, у нас вон полные классы. А это та самая площадка для возведения атомной электростанции. Ее заложили еще при Союзе, а потом забросили. Также здесь не раз пытались построить тепловую электростанцию, но не срослось. Рядом, в 26 километрах от местности, озеро Балхаш. На сегодняшний день решения нет о том, что именно здесь будут строить атомную электростанцию. Вопрос пока на стадии рассмотрения. Но если все же станция будет строиться, в проекте будут учтены все вопросы, в том числе и экология. Будут исследованы электрические сети, их мощности, а также построят дополнительно. Но в любом случае этот проект принесет поселку Лукен и стране в целом большие перспективы. Известно, что по вопросу АЭС окончательного решения нет. Пока лишь озвучено возможное место строительства. Но учитывая долгосрочные и дружественные отношения Казахстана и России, ряд экспертов склонны полагать, что начало возведения объекта вполне реально. И здесь для Казахстана одним из важных моментов является выбор наиболее лучшей и безопасной технологии атомного цикла. Нурсулу Албайкирова, Аля Ахмедеева, Атамикен Бизнес, Алматинская область. Тем временем строительство жилых домов в столице в очередной раз обернулось скандалом. Мечты о собственном жилье стали кошмаром для пайщиков жилого комплекса Лея. Почему люди ждут более пяти лет и что конкретно мешает застройщику сдать дом, разбирались наши корреспонденты. История Даннера Ахмед, несомненно, заслуживает сочувствия. Мать-одиночка с двумя детьми и престарелой бабушкой всего лишь хотела обзавестись собственной квартирой. Несмотря на небольшую зарплату, она смогла купить однушку за 8 миллионов тенге. Однако, как и многие другие вкладчики, женщина уже несколько лет скитается по съемным квартирам. К разово мы 8 миллионов вложили сюда, в разово. И Лея нам обещала, что мы в 2017 году заедем. Я скитаюсь, вот мама, папа неходячий, у меня двое детей-сирот. И мы попали на вот этот обман Леи, и три года мы скитаемся. Они не хотят никаких нам возмещать ущербов. Мы миллионы ущерба несем, да, мы квартиры снимаем, мы скитаемся. Представитель компании-инвестора, который пришел на собрание, сообщил, что всему мешает паркинг ценой в полмиллиарда тенге. По его словам, по закону, квартиры без паркинга продавать нельзя. Однако, сразу пообещал ввести дом в эксплуатацию уже летом этого года. Дом не может быть без паркинга. Это закон. На паркинг, естественно, два места куплены. Всего лишь из 322 мест. Поэтому строить мы тратим деньги на паркинг тоже, потому что это как его... Вы не обязаны паркинги покупать. Вот, видите, они не обязаны паркинги, а мы обязаны его построить. А вы это брали у вас паркинги были выкуплены. С несостоявшимися жильцами пообщался и представитель Акимата. Как оказалось, вопрос на контроле. Поручения всем уже раздали. Застройщику даны прямые поручения по завершению объекта в срок. Срок сдачи в эксплуатацию, срок завершения объекта – это июль 2019 года. Вместе с тем, 12 апреля будет совещание межведомственной комиссии, куда приглашенный представитель ЖСК. Отметим, за время строительства дома успело поменяться столичное руководство. Предшественники, как говорится, взяли проблему на карандаш. Да вот закончить не успели, а новые начальники пока не до конца приняли дела. Собрав десятка-два рабочих, создало видимость, что идет очень активная работа, а в конечном итоге не было сдачи этого объекта. И практически обманули и дольщиков, и комиссию. А уже в 2000 году, после того, как пришли новые руководства городского акимата, вообще ход контроля за строительством дома был вообще снят с повестки дня. Строительство дома довольно сильно запутано. По мнению пайщиков, компания просто жонглировала их деньгами, не заботясь об эффективности затрат. Понимаете, это такое вот руководство было этим строительством. Значит, заключались договора, без всякого решения правления, без решения на общем собрании кидались миллионы. Вот хотя бы, значит, пример с кирпичом. 60 миллионов, значит, кинули авансом. Вот, с 2013 года. И только вот в 2018 году кирпич на 18 миллионов поступил. Еще интереснее сама структура строительства. Существует жилищно-строительный кооператив, который заказал сам дом. А компания Лея выступает инвестором. А раз так, то Лея должна бы раскошелиться, как следует. Но, вероятно, в компании просто немножко жадничают. Ни одного тенге Лея не вложила, как в инвестор. По сути дела, инвестор стал для Леи ЖСК. ЖСК потерял свою самостоятельность, как только подписал договор. Все деньги чехом идут на счет Леи. Лея распоряжается нашими деньгами. И практически она поэтому черепащими шагами и строит. Люди вновь посмотрели на недостроенный дом, который постепенно тонет в грязи и мусоре. Застройщик клянется, что вот теперь все стало нормально. И в этом году каждый дольщик получит долгожданный ключ. Жаль, что люди перестали верить как строителям, так и властям. А квартиры, по словам пайщиков, до сих пор продаются. Наложная практика возврата незаконно начисленных банковских комиссий по кредитам под угрозой срыва. Первыми об этом рассказали эксперты Гражданского совета Кыргандинской области. По их словам, ситуация вдруг изменилась с середины марта. Юристы получили от суда номер 2 Казыбекбейского района устный ответ о том, что пока все дела по возврату незаконно начисленных комиссий отложат, якобы из-за того, что в устной форме им пришло поручение из Верховного суда. В настоящее время возникла такая ситуация, что почему-то гражданские дела, которые рассматриваются в судах, начали затягиваться. По некоторым даже искам суды начали выносить решение не в пользу истца, то есть отказ. Есть предположение, что в Верховном суде разрабатывается какой-то нормативно-правовой акт. Изменения не должны в худшую сторону для граждан. Они не должны иметь обратную силу. В 2016 году в закон о банковской деятельности внесли изменения. Согласно поправкам, финансовые институты не должны брать комиссии за введение судных счетов. Норма помогла сэкономить тысячам предпринимателей, ведь многие из них брали потребительские кредиты на развитие дела. И большинство смогло вернуть незаконно начисленные комиссии в судебном порядке. Теперь же опять возникает неопределенная, в связи с чем юристы просят Верховный суд разъяснить ситуацию. До 300 миллиардов тенге ежегодно сможет зарабатывать страна на транзите грузов. Такие поступления планируют получать за счет модернизации контрольно-пропускных пунктов на казахстанско-китайской границе за счет займа КНР. Напомню, ранее сообщалось о том, что Поднебесная намерена предоставить кредит на 116 миллиардов тенге под 2% на 20 лет. Ожидается, что на эти средства проведут модернизацию и техническое переоснащение 9 автомобильных и 1 железнодорожного пункта пропуска. Вместе с тем, как рассказали представители комитета госдоходов, китайская сторона будет осуществлять сервисное обслуживание поставленного оборудования в течение 5 лет бесплатно. Дополнительно в год будет поступать порядка 300 миллиардов таможенных платежей и налогов. То есть будет полная автоматизация всех процессов прохождения границы. Плюс еще мы строим главную церковь управления в Астане, где мы многие контрольные функции забираем с пунктов пропуска. То есть мы этим пытаемся минимизировать какие-то коррупционные риски. То есть решение о проведении досмотра будет приниматься здесь, на Султане. При этом Казахстан впервые возьмет займ в юанях. И как отметил вице-министр финансов Руслан Бекитаев, сейчас прогнозировать валютные риски стало возможным. Также он пояснил, что 2 миллиарда юаней с процентами к выплате составит порядка 154 миллиардов тенге. А ежегодно страна будет возвращать чуть более 7,5 миллиардов. Словом спекера эта сумма не окажет нагрузки на бюджет. На сегодняшний день государственный долг находится в пределах допустимых параметров. Это 25-26% к валу национального продукта. И, соответственно, никаких рисков это не несет. Ни для экономики, ни для каких-то иных вопросов. Мы хотим посмотреть, потому что мы должны диверсифицировать по валютам займы. В прошлом году мы брали в евро условно займы. Теперь берем в юанях. Мы будем смотреть, потому что нужна корзина, валютная корзина для диверсификации. Казахстанцы за минувший год набрали микрокредитов на полтриллиона тенге. Это на 7,5% больше, чем за 2017 год. Такие данные приводит Рэнкин Киезет. Совокупный кредитный портфель микрофинансовых организаций на конец года составил 669 миллиардов тенге. Это на 16,5% больше, чем годом ранее. Свыше 50% кредитного портфеля – займы, выданные физическим лицам, и 49,5% – юридическим лицам. Ранее ситуация выглядела с точностью до наоборот. Генпрокуратура возбудила свыше 20 уголовных дел по фактам, когда пациенты не получали выписанные лекарства. Об этом сообщила председатель комитета фармации Минздрава Людмила Бюрабекова. По ее словам, после многочисленных жалоб на перебои в поставках бесплатных медикаментов, ведомство создало мониторинговые группы в 11 регионах. При проверках выявили неиспользованные остатки лекарственных средств на 4 миллиарда 300 миллионов тенге. Однако на портале указывалось, что по областям остатков нет и все препараты списаны пациентам, рассказала глава ведомства. Она также сообщила, что ценные на таблетки во всех аптеках страны станут одинаковыми уже в июне. А с завтрашнего дня вступает в силу норма закона, наделяющая комитет компетенции по регулированию стоимости всех медикаментов. Продолжение следует... Воры и рецидивисты не смогут избежать уголовной ответственности по примирению сторон. Такая мера исключена в случае неоднократного совершения преступления. Об этом рассказал заместитель генпрокурора Марат Тахмеджанов. Напомню, недавно жертвой автоворов стал олимпийский чемпион Дмитрий Баландин. В целом же с начала года в стране осудили более 6 тысяч человек. Самой распространенной категорией преступлений являются кражи. При этом по республике за это время преступность снизилась на 6%, в том числе и тяжкие преступления на 10%. В столице также наблюдается уменьшение преступности, а вот в Алматы ее уровень вырос. Марат Тахмеджанов также прокомментировал видеоролик, в котором экс-акима Тараусской области Бергей Раскалиев прогуливается по улицам Лондона. На вопросы журналистов о дальнейшей судьбе беглого чиновника заместитель генпрокурора ответил, что к его поимке подключат все правовые каналы. Напомню, видео, на котором запечатлен экс-чиновник, попало в сеть недавно. На данный момент Казахстан не может добиться от английской стороны экстрадиции Раскалиева, сообщил Марат Ахмеджанов. В Казахстане он объявлен в международный розыск, но есть у нас государство, с которым у нас нет еще договора об оказании правовой помощи, в том числе и по выдаче экстрадиции. По всем правовым каналам будут приняты меры. В случае, вы знаете, у нас имеются и вопросы, которые мы можем провести заочное осуждение других. Поэтому все будет решено в рамках правового поля. Первый индустриальный сертификат в машиностроении получит предприятие Восточного Казахстана. Эксперты региональной палаты Атамикен уже обследовали завод на предмет соблюдения всех технологий. Отмечу, что индустриальный сертификат станет свидетельством о включении предпринимателя в реестр отечественных производителей товаров и услуг. Все подробности в нашем следующем сюжете. На заводе «Азия Авто» рабочая группа ознакомилась с производственным процессом. Это первое машиностроительное предприятие в Казахстане, которое подало заявку на получение индустриального сертификата. Его наличие позволит войти в реестр отечественных товаропроизводителей. А это уже большие возможности. Это сегодня в Казахстане современное производство рейковых автомобилей. И она выполняет объем производства. 120 миллиардов тенге планируется на этот год. Действительно, это предприятие «Азия Авто» заслуживает получения первого сертификата индустриального. Выдача индустриального сертификата – это углубление мер по поддержке отечественных товаропроизводителей, которые направлены на защиту в рамках растущей интеграции ЕС. Индустриальный сертификат дает дополнительные преимущества для участника. И мы надеемся, что это позволит нашему производителю нарастить как свои объемы, так как мы сегодня увидели, и расширить ассортимент. Осмотр предприятий – это проверка на соответствие, говорят отраслевые эксперты. Ведь на рынке немало компаний, которые порой вводят в заблуждение потенциальных клиентов, громко заявляя о наличии у себя мощной производственной базы и западных стандартах. Производитель корпусной мебели Канат Ибраев, тоже подавший заявку, уверен – индустриальный сертификат не позволит впредь добросовестному производителю остаться на обочине. Много компаний-посредников, которые брондируют, ассоциируют себя с производителями, но в то же время являясь просто посредниками импорта. Индустриальный сертификат, он как раз и предусматривает, что дает возможность заказчику, лице государства или там сам рука ЗНА определить. Не надо этому заказчику выезжать в отдаленные части Казахстана, проверять сам цех или само производство. Все это будет как в одно окно на сайте Национальной палаты предпринимателей. Имеются ли квалифицированные сотрудники, новейшее оборудование, ведется ли работа под цифровизацией производства – все это учитывается при обследовании экспертной группой. В ближайшее время заявки на получение индустриального сертификата подадут еще десятки крупных предприятий страны. В палате Атамикен уверены, его обладатели, наряду со всеми преимуществами, смогут также увеличить свои закупки и расширить ассортимент продукции. Дурсулу Аубайкирова, Ази Сатиев, Атамикен Бизнес. По миллиону тенге получат победители национального конкурса дизайнеров одежды Алтын Оймак. Организаторы посетили уже несколько регионов, где встретились с мастерицами. А продемонстрировать свое дело решились три десятка начинающих предпринимателей. Когда подведут итоги проекта и кто может получить деньги на раскрутку бизнеса, расскажет Амина Абдрахманова. На подиуме работы начинающих дизайнеров одного из технологических колледжей сегодня студенты представляют свои творения специально для высоких гостей – дизайнеров с мировыми именами и организаторов национального конкурса Алтын Оймак. Но и у них есть о чем рассказать начинающим предпринимателям. Известные столицы моды мира практикуют такие конкурсы. И меня лично это очень радует, что у наших ребят есть такая возможность, есть поддержка государства, что очень важно. И они могут реализовать свои мечты, свой потенциал, внести какую-то лепту в создание, в восстановление самого института моды, потому что он сейчас находится в такой некой эволюции. Мы сейчас рождаем некую свою модель моды. Прием заявок для участия в конкурсе начался в марте и продлится до середины мая. Зарегистрироваться желающие могут на сайте altynoymakforwomen.kz. К слову, все это бесплатно. После начнется второй этап проекта. Кстати, рассказать о своем деле могут не только производители одежды. В список участников могут попасть дизайнеры украшений, аксессуаров и постельного белья. У нас четыре основных критерия. Это комфортная лаконичность, коммерческая перспектива, соответствие тематики и носибельность. То есть мы должны понимать, что та идея, которая будет представлена, она действительно возможна для реализации. Потому что дизайнеры, которые будут участвовать в нашем конкурсе, они должны уловить главную мысль, что этот конкурс народный. Итоги конкурса будут объявлены в конце года. В рамках проекта организаторы планируют провести форум легкой промышленности в Носултане. По задумке, это будет площадка для дизайнеров и производителей текстиля и аксессуаров. Аминов Драхманов, Даурен Хаджибаев, Главные новости. К другим темам. Главной причиной попадания казахстанских дипломатов в топ-5 злостных нарушителей правил дорожного движения в Германии и в отечественном МИДе назвали отсутствие парковочных мест. Как заявил на брифинге официальный представитель ведомства Айбекс Мадияров, в посольстве есть 10-20 автомобилей, а мэрия Берлина выдает только 2-3 парковочных места. Напомним, ранее немецкий таблоид Бильд сообщил, что автомобили иностранных диппредставителей стали участниками 79 ДТП. В 27 из них пострадали люди. В 50 случаях водители скрылись с места происшествия. Однако Айбекс Мадияров уверен, что отечественные дипломаты в ДТП не попадали. А если все-таки случается подобное, то в министерстве проявляют нулевую терпимость. Даже если это зарегистрировано, даже если это было бы, то мы моментом отзываем этого сотрудника и сразу же увольняем. Наши граждане беспокоят, что якобы эти штрафы оплачиваются из государственного бюджета. Это все не соответствует действительности. Каждый дипломат, ну так как мы все-таки люди, какое-то нарушение даже если имеется, он оплачивает из собственного кармана. Акционеры Nissan Motor исключили Карлоса Гона из совета директоров компании. Напомню, его подозревают в финансовых махинациях и обогащении за счет автопроизводителя. На прошлой неделе японская прокуратура повторно задержала Гона спустя примерно месяц после его выхода на свободу под залог. Согласно новым обвинениям, бывшего главу совета директоров Nissan подозревают в попытке обогатиться на 5 миллионов долларов за счет компании. Сам он обвинение отрицает и говорит, что стал жертвой интриг в совете директоров. Южнокорейская компания Samsung запустила в продажу телефоны с мобильным сервисом 5G. Реализация новых смартфонов стартовала в крупнейшем магазине в Сеуле на прошлой неделе. Перед открытием у входа уже ждали десятки желающих приобрести последнюю модель гаджета. В первый же день продали около 30 тысяч смартфонов. К слову, стоимость такого девайса может доходить до 1370 долларов. Это почти на 30% дороже аналогичной модели телефона с поддержкой только 4G. Я планирую использовать телефон с сервисом 5G, чтобы делать фото и загружать видео. Да, цена не маленькая, но думаю, это того стоит. Субтитры создавал DimaTorzok